На Кубе новый конфликт. В Тольяттинском жилищном комплексе, который носит название островного государства, разгорелись споры между жильцами, управляющей компанией и застройщиком. Причина – бытовые неудобства. Недавний засор канализации переполнил подвал одной из многоэтажек и чашу людского терпения. Жилищный комплекс Кубы – это два дома, расположенные на улице Калмыцкой. Заселены они примерно два года назад. Однако, как утверждают жители, до сих пор здесь нет уличного освещения, нормальных подъездных путей. Батареи в квартирах не прогреты, периодически случаются проблемы с горячей водой. Недавно ко всем бедам добавился еще и неприятный запах канализации. Отходы заполнили канализационные колодцы, а затем и подвал дома. Это просто неимоверный запах в подъездах. Это неимоверный запах. То есть вода стоит, никто ее не откачивает, никакие меры практически не принимаются, не предпринимаются. Периодически какая-то откачка идет. Это просто на словах мы, в принципе, буквально не видим. Это самая большая жалоба, но не единственная. Чистить они, убираться начали только сегодня перед вашим приездом. Здесь все было в бумажках, по полю они пробежались, ну то есть кругом чистоту, подъезды, открывали двери, чтобы не воняло. Вот этим вот нашим сливом с канализацией уже отваливается вся штукатурка, ничего не делается. У нас в квартире холодно. Я, честно говоря, еще туда термометр вот этот температурный не приносила, не замеряла. Но у меня рабочие, которые там сейчас делают ремонт, они говорят, холодно по полу, очень сильно дует. Хотела бы сказать, что у нас здесь очень темно, не подключено уличное освещение, фонари стоят только номинально. Ну вот, они два года не включены. Дома еще находятся на гарантийном обслуживании застройщика. Нам удалось связаться с его представителями. Они заверили, что от обязательств не отказываются. Управляющая компания к нам регулярно обращается со всеми именными просьбами. То есть мы рассматриваем, и если это случай, ну, действительно гарантийный, да, то есть мы устраняем. А вот ароматный вопрос не так однозначен. Канализационные сети, по словам застройщика, переданы городу. Однако ресурсоснабжающая организация на баланс их не приняла. Систему продолжает обслуживать строительная компания. На прочистку канализации приглашают подрядчиков, которые порой не успевают реагировать на аварийные заявки оперативно. Канализация у нас подключена по нормальной схеме, которую мы выполнили по техническим условиям. И консервизационные стоки идут в город. Там, собственно, жильцы думают, что канализация это та же самая мусорка, что и на улице. И туда выбрасывают все, что не полпадерное. Готовы за свой счет установить, так сказать, улавливающие сетки на выпуска, которые выходят с подъезда, со стыков, чтобы не допускать попадания в канализацию бутылок, огрызков от арбузов, тряпок и похожего мусора, который приводит к рассадению канализационных труб. Управляющая компания, они отказались от этой идеи, потому что им придется это чистить, а они это делать не хотят. Нынешнее затопление устранить оперативно не удалось, однако коммунальщики обещают привести дом в порядок. Сложнее обстоит дело с сетями освещения. Они требуют ремонта, начать который застройщик планирует в процессе возведения пятого дома. Помимо этого, строительная компания устраняет замечания, выданные администрацией города. С подъездными путями Тольяттинская Куба печально оправдала название. Этот жилищный комплекс, как и островное государство в Латинской Америке, оказался среди океана. Океаны земель, принадлежащих другому собственнику. Мы в свое время хотели сделать подъездные дороги, но владельцы земли нам несколько раз и перекапывали дороги, а и не давали сделать нормально платного. И когда начали разговаривать, то нам предложили платить арендную плату за пользование этой земли, которую мы для людей в природной пути сделаем. А что, соответственно, мы с этим не согласились. Осталась, собственно, как та картина, которая есть, о Щебень. Возможно, дорога по улице Калмыцкой будет отремонтирована, когда продолжится развитие жилищного строительства за паркхаусом. Ориентировочно в 2023 году. А сейчас жителям Куба остается наводить порядок в своем доме своими силами. Необходима инициатива жителей. А инициативы у жителей недостаточно, потому что до сих пор не было собрано общее собрание собственников. Люди единицами делают действия, но действия такого рода, как написать в приемную губернатора либо президента, а нужно решать все-таки эти вопросы на месте, а не на диване. Пока же тольяттинские кубинцы надеются на помощь надзорных органов и администрации города. Игорь Речман, Михаил Цуркин, Новости Тольятти.